Музыка Произведение искусства, которое должно радовать всех наших гельчан, гостей нашего города, проигрывает. Прибыли двум-трем человекам. Герои сказов Бажова вернутся на проспект Ленина. Незаконная рекламная конструкция на одном из зданий демонтирована. Под собой она скрывала от гельчан произведение искусства. Быстро снег сошел, впитался в лед, и лед потерял свою прочность. Осторожно, тонкий лед. Спасатели предупреждают гельчан об опасности. В этом году весна в город пришла слишком рано. Прибавило проблем и горячее течение с НТМК. Вода черная будет? Черная. Сергей Носов нашел подарки для гостей города. Ими могут стать экспонаты выставки технического и декоративно-предлагного детского творчества. Какое еще применение искусства юных дегельчан нашел глава Нижнего Тагила. Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать о событиях среды. Добились своего. Незаконная рекламная конструкция на здании по проспекту Ленина демонтирована. Произведение искусства, которое под ним скрывалось, вновь доступно взглядам тагильчан. О возвращении героев сказов Павла Бажова расскажет Алексей Алексеев. Владимир Баранов один из тех, кому в буквальном смысле не давала покоя вывеска мебельного салона, расположенная на входе в дом быта эра. Дело в том, что ею закрыли чеканные изображения хозяйки Медной горы и Данилы Мастера, выполненные известным тагильским художником Владимиром Полевым. А ведь больше чеканки на фасадах домов в городе нет. По факту получается, что произведение искусства, которое должно радовать всех наших тагильчан и гостей нашего города, проигрывает прибыли двум-трем человекам, арендодателю, арендатору, которые повесили свою рекламу и загрождают ее. Вот таким образом. Поскольку, как выяснилось, установка рекламной конструкции надлежащим образом не оформлена, ее решили демонтировать. 28 ноября появилось предписание о ликвидации вывески. В трехдневный срок предприниматели обязали снять информационное поле. Через месяц – конструкцию полностью. Так как исполнено оно не было, демонтаж провели силами предприятия «Сигнал-3». Мы приступили вплотную к выявлению самовольной установленной конструкции где-то с июля прошлого года. За это время вот сейчас порядка 800 сделано предписаний. К демонтажу мы приступили с 8 декабря прошлого года. Сейчас в общей сложности демонтировано порядка 350 конструкций. Теперь неравнодушных тагильчан можно поздравить с маленькой победой. А муниципальному учреждению «Арис», осуществляющему контроль за рынком наружной рекламы, пожелать успеха в наведении на нем порядка. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Время платить. Налоговая служба начала ежегодную кампанию по декларированию доходов физических лиц за 2014 год. Уплатить их нужно до 20 апреля. Сделали это уже 12 тысяч тагильчан. Если говорить о тех категориях граждан, которые сдали, то основная масса – это те физические лица, которые сдали, которые желают получить имущественный либо социальный вычет, то есть возврат подоходного налога на доходы физических лиц из бюджета. Уплата декларации касается граждан, которые осуществляли продажу имущества, договоры аренды или найма, выигрывали лотереи, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих общепринятую систему налогообложения. Форма заполнения упростилась до 19 листов. Получить ее можно на официальном сайте или в личном кабинете. Всего в налоговую должно поступить 13 822 декларации. Сроки реконструкции набережной Тагильского пруда крайне сжаты. Однако это не должно сказаться на качестве выполнения работы. Глава города обратил на это внимание на сегодняшнем оперативном совещании, предложив генподрядчику не затягивать с решением первоочередных вопросов. Мне нужно понимать, так же как и вам, есть график исполнения работ, есть график поставки материалов. По графику поставки материалов он определяет, что и когда должно быть закуплено для того, чтобы вовремя смонтировать. И поставлено на площадку, чтобы быть вовремя смонтированным. Вы мне через неделю этот график покажете или нет? Оба. Все графики и согласования должны быть подготовлены как можно быстрее. На набережной уже демонтируются тротуарные плиты. Огораживается территория строительства. Ведется подготовка к устройству террас в сторону воды. До конца мая должны быть завершены все работы, связанные с прокладкой сетей и земляные. После этого должны начаться монтаж и благоустройство. Башня на Лисии горе станет такой, какой она была в 19 веке. Проект обсудили сегодня на совещании с главой города. Директор Нижнетегильского музея-заповедника Эльвира Меркушева представила старинные чертежи и эскизы. Все классно, поехали. Мне нужен график. Садитесь, делайте. Все работы распишите. Кто их выполняет, это входит в сетевой график, кто их исполнитель. Все остальное будем дальше решать. Купол башни сделают из меди. Глава города отметил, что для этого можно связаться с мастерами, которые работали над медной крышей музея-усадьбы Демидовская дача. Вокруг башни организуют подсветку. Генподрядчик, который займется отделкой здания, уже найден. Закончить работу планируют к Дню Металлурга. До 70-летия Победы осталось 45 дней. В праздник тагильские предприниматели готовы безвозмездно накормить всех желающих гречневой кашей. Полевые кухни и другие вопросы подготовки к юбилейной дате обсудили сегодня на совещании с главой города. Ветеранов ждут почести, подарки и бесплатные парикмахерские. В парикмахерские города по бесплатной подстрижке ветеранов, плюс также будет организован чаепитие во всех этих заведениях. Технические там пара моментов еще остались, но согласие по всем объектам у нас есть, поэтому работаем. Бесплатные парикмахерские для ветеранов будут работать 28 апреля с 11 до 16 часов по дворцах культуры Нижнего Тагила. Благотворительную акцию назвали «Красота спасет мир». К празднику тагильчане сделают еще много добрых дел. Волонтеры вымоют окна ветеранам войны, помогут сделать уборку в доме, организуют визиты внимания к тем, кто уже не может самостоятельно выходить на улицу. Помогают инвалидам. Для них в Нижнем Тагиле продолжают создавать доступную среду. На заседании координационного совета подвели итоги 2014 года. Несмотря на проделанную работу, еще не все больницы, аптеки и школы доступны для инвалидов. Мы прорабатывали данный вопрос изменения ситуации с руководителями тех предприятий, а возможности доступную среду привести в соответствие такой, как она должна быть, чтобы люди могли свободно туда попадать. Ну и, конечно же, это наше образовательное учреждение. Я беру не только образовательное учреждение, как школы, но и систему дополнительного образования. Сейчас в городе почти 29 тысяч тагильчан-инвалиды. Среди них 167 еще дети. Чтобы помочь родителям в их воспитании, из местного бюджета выделили более 2 миллионов рублей. Также приобщали к культурной, спортивной и социальной жизни города. Работу получили порядка 200 человек. Сейчас продумывают план мероприятий на этот год. И в этом году, должно сказать, что в связи со сложной достаточно финансовой обстановкой, наверное, будет не так много мероприятий, как в 2014 году. Но мы попытаемся эти мероприятия трансформировать в что-то другое. Во встрече, в консультации, во встрече с интересными людьми. Осторожно, тонкий лед. С таким предупреждением обращаются тагильчанам спасатели. В этом году весна в город пришла слишком рано. Что еще вызывает опасения, смотрите в сюжете Анны Хабаровой. Весна пришла быстро, лед на пруду начинает таять. Сегодня любители прогуляться пешком по Насту спасают только ночные заморозки. Пористый весенний лед толщиной даже 30 сантиметров в такую погоду не сможет выдержать человека. Если провалиться, говорят спасатели, одному не выбраться. Прибавило проблем и горячее течение СНТМК. Быстро снег сошел, впитался в лед. И лед потерял свою прочность. Помогла горячка, здорово размывает. Буквально еще два дня назад, где сидели рыбаки, там уже метров на 150 стоит вода. И не видно, где подмывает с этой стороны. То, что лед стоит, а там уже толщина может сантиметров 15-10. Спасатели предупреждают от походов по льду рыбакам лучше воздержаться, а родителям – огородить детей от подобных забав. Наст как на Выском, так и на Тагильском пруду стал слабее. В Екатеринбурге, рассказывают, уже начали откалываться льдины и уносить рыбаков по течению. В Нижнем Тагиле инспекторы проводят наблюдения за водоемами и профилактические мероприятия. Общаются с горожанами. Хотелось бы предупредить жителей города Нижнего Тагила и гостей, пытающихся сократить путь до работы вместо отдыха через пруды Нижне-Тагильские, выяснить, что не надо рисковать жизнью, а лучше немножко потратить больше времени и тем самым сохранить себе жизнь. Анна Хабарова, Игорь Харьков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. 25 марта в России отмечается День работника культуры. Сотрудники музеев и библиотек, театров, кинотеатров, дворцов культуры, артисты и музыканты Нижнего Тагила получили сегодня поздравления в зале Колледжа искусств. Хотелось бы пожелать всем вам в первую очередь, ну что можно человеку, который занимается творческой работой, наверное, творческих успехов, благородных учеников, это, наверное, самое главное. И чтобы вам работа и всем нам, наверное, всегда приносила только удовлетворение. Традиционно в праздничный день проходит вручение премии главы города за достижения в области культуры. В этом году их обладателями стали Уральский колледж прикладного искусства и дизайна за проект Нижний Тагил, родина лаковой росписи по металлу. Музей-заповедник, горнозаводской Урал за проект паровозов много не бывает. Народный коллектив Дворца национальных культур Ялкын. Герой нашего следующего сюжета пока не обладает никакими премиями, зато решился создать уникальный для нашего города проект. Галерея современного искусства работает в Центральной городской библиотеке всего три месяца. Зачем ему все это, узнала Дарья Ахнычкина. Может рассказать о любой картине на выставке в Центральной городской библиотеке. Евгений – куратор проекта «Галерея современного искусства Space Place». Притом еще и художник. Побывав в культурной столице России, захотел внести свой вклад в развитие родного города. В отличие от Санкт-Петербурга, где постоянно выставки, где постоянно проходят мероприятия, здесь все было достаточно скудно. Я ездил на открытие выставки в галерее Кубиво. Они рассказывали о своей деятельности, это меня очень сильно вдохновило. Я подумал, каким образом я могу вклад какой-то внести. Что задумал, то и воплотил. Чтобы создать площадку для творческих людей, выбрал библиотеку, как эпицентр культурной жизни в Тагиле. Евгения не смущает, что в основном здесь женский коллектив. Он живет идеей, мыслью о месте для поэтов, художников и музыкантов. Мне всегда нравилось общаться с творческими людьми, нравились какие-то интересные мероприятия. И я воспринял себя как организатор подобных вещей с детства. Когда я учился в школе, я был старостой класса. Когда учился в школе, была общественная организация детская. Я был председателем этой детской общественной организации. Три месяца как в библиотеке устраивают выставки, проводят лекции на тему искусства, мастер-классы талантливых тагильчан. Появлению такой галереи в библиотеке и не сопротивлялись. Напротив, дали Евгению зеленый свет. Идея живет в библиотеке давно. Просто мы наконец-то нашли человека, нашего человека, услышавшего нас и понявшего нас. Эти проекты ведь в библиотеках приживаются во многих. И мы берем самые лучшие из библиотек мира и страны. И такое хотелось нам сделать и в Центральной городской библиотеке. В рамках проекта библиотеку уже украсили три персональные выставки. Сейчас все гости могут посмотреть необычные картины четырехлетней художницы Полины Гунбиной. Скоро встреча с тагильскими поэтами и выставка коллажей Аркадия Фридмана. Такая галерея в городе уникальна. Здесь за знакомство с искусством, говорит Женя, платить не нужно. Дарья Хнычкина, Игорь Харьков, Игорь Егошин. Новости Тагил ТВ. Праздник для маленьких чтецов. Во Дворце Творчества Юных собрались активисты в библиотеке города. В рамках Всероссийской недели детской книги отметили лучших читателей. Как порадовали детей, об этом в следующем сюжете. Два автора кто-то написал. Догадаетесь, кто здесь два? Братья Грин, конечно. Их сказки знает почти каждый ребенок. Во Дворце Творчества Юных для маленьких читателей провели литературную викторину. Идет Всероссийская неделя детской книги. Здесь собрались все активисты библиотек города. Вот если мы не читали некоторые рассказы, узнали их авторов. Мне кажется, стоит все узнать, прочитать все книги, много узнать о них. В честь праздника здесь даже разместили маленький читальный зал. Каждый смог познакомиться с разнообразием книг в городской библиотеке. После торжественная часть. Наградили победителей конкурса чтецов и литературных акций. Познакомили с тагильским писателем Яковом Разливинским. Порадовали концертом. К слову, неделю детской книги начали проводить с 43-го года. В этом все книжные каникулы посвящены писателям-юбилярам. Во всех библиотеках в течение недели, вот эта весенняя каникулярная неделя, это же все дни праздничные. Каждый день ребят ждут встречи и с интересными книжками, и с писателями, и с новыми книжками. Поэтому, конечно, о писателях-юбилярах говорится каждый день. Дарья Хнычкина, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости ТГИЛ-ТВ. Сергей Носов нашел подарки для гостей города. Ими могут стать экспонаты выставки технического и декоративно-прикладного детского творчества. Какое еще применение искусству юных тагильчан нашел глава Нижнего ТГИЛа, узнала Дарья Хнычкина. Этот богомол стесняется каждого встречного. Так уж запрограммирован. Насекомое в природе не встретишь. Сделан руками 11-летнего мальчика и его руководителя в лаборатории роботехники Дворца творчества юных. В глазах датчики движения, тело из конструктора лего. На создание такого чуда юного изобретателя вдохновил мультик «Кунг-фу панда». Тельдар собирается не только всю коллекцию сделать, а еще и поучаствовать с этим богомолом, как в творческом конкурсе, конкурсе проектов. Вот в Екатеринбурге оплосной конкурс пройдет. На открытии городской выставки во Дворце этого робота еще не видели. Был на доработке. Зато сейчас его смог заметить и глава города. Мэр обошел все три этажа с экспонатами. Посмотрел на картины, сувениры, макеты ко Дню Победы. Удалось даже внести свой вклад в создание одного из героев выставки. Выставка юбилейная. 65-й раз проводится среди ребят детских садов, школ и творческих студий. Представлено более трех тысяч работ. Возможно, некоторые экспонаты будут даже украшать стены в администрации города. Или им найдут еще одно применение. Можно отобрать. Я не знаю, на какой основе подумать. Лучшая работа, как подарки главы города нашим гостям. От города дарить. Потому что мы будем бегать по магазинам покупать, когда есть эксклюзивные вещи. Дарья Ахничкина, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Тагил-ТВ вновь дарит подарки. Победителем конкурса на лучшую новость от телезрителя на этой неделе стала Ксения Ларина. Нашей телекомпанией она сообщила о персональной выставке четырехлетней художницы. Полина Гунбина создает картины в стиле абстрактного экспрессионизма. Работы маленькой художницы произвели впечатление на сотрудников Центральной городской библиотеки, где и открылась ее выставка. За эту новость Ксения получает приз от спонсора рубрики выставки «Драконы. Движущиеся гиганты». Мы поздравляем вас с победой в конкурсе за лучшие новости от телезрителя. И вручаем вам пригласительный билет на двух человек на нашу выставку «Драконы. Движущиеся гиганты». Спасибо. Благодарим выставку «Драконы» за пригласительный билет и компанию «Тагил-ТВ» за возможность сообщить новости и поделиться нашим событием выставкой Полины. Спасибо. На этом у меня все. Далее новости спорта с Анной Хабаровой. А мне остается напомнить, вы можете стать соавторами нашей программы. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Автору лучшей новости, ставшей темой репортажа «Приз». Билеты на знаменитую на весь мир цирковую программу «Вива Зорро» в Нижний Тагильский цирк. Смотрите нас на круглосуточных каналах «Тагил-ТВ» в сетях МТС «41-я кнопка» и «Ростелеком-22-я кнопка». Также нас могут увидеть и абоненты IP-телевидения компании «Конвекс». Новости выходят в 23.00, 3 часа ночи, 7 утра и 12.30. Всего доброго. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Из столицы с призами 29 воспитанников спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Уралец». Вернулись с всероссийского турнира по кикбоксингу в разделе «Пойнтфайнтинг» – Кубок ЦСКА. Он проходил в Москве. Престижные соревнования собрали более 400 спортсменов из 10 регионов России. На пьедестале почёта нашлось место и тагильчанам. Завоевали 14 медалей. По итогам турнира будет сформирована команда для участия в Кубке России. Он будет проходить в Самаре 22-23 мая. Будущих чемпионов готовят тренеры Владимир Ботников и Владимир Морозов. В погонах и с гирями в Нижнем Тагиле прошло первенство городской организации «Динамо». В ежегодной спартакиаде приняли участие сотрудники полиции ГУФСИН и МЧС. «Естественно, такой силовой вид спорта обязательный в наших структурах. Он выявляет у нас самых выносливых, самых сильных, самых техничных людей. И это в дальнейшем помогает сотрудникам исполнение их служебного долга». Количество участвующих в спартакиаде команд каждый год растёт. Растут и результаты. Третье место в командном первенстве заняли сотрудники 9-го отряда Федеральной противопожарной службы. Вторыми стали полицейские из Межмуниципального управления МВД России Нижне-Тагильская. Кубок победителя достался команде 2-го отряда Федеральной противопожарной службы. Мисс Мускул выбрали в 6-й исправительной колонии. В третий раз осуждённые женщины участвовали в русском силомере. 25 заключённых в пяти командах в ходе турнира выполняли особенный комплекс спортивных упражнений на перекладине. Многочисленные болельщики поддерживали представителей своих отрядов плакатами. К слову, ГУФСИН и Екатеринбургская епархия провели этот турнир сразу в 12 исправительных учреждениях Урала. На этом у меня всё. Главных спортивных событий города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, Тагилтовая. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207.